Добрый день всем! Давайте сразу можете перебить, если какой-то вопрос возникает, походу. В принципе, меня попросили немного говорить о том, какие у нас российско-венгерские, татарско-венгерские отношения, как у нас ведется работа в Генеральном конституции. Я в Казани уже полтора года, поэтому вроде уже понимаю, что и как происходит. Можете спокойно тоже потом задавать вопросы. Я буду очень коротко, чтобы на вопросы оставили как можно больше времени. Как мне говорили, позавчера у вас мои коллеги были из Турции, из Казахстана, да? Я не знаю, о чем они говорили. Если там что-то скучно или что-то уже слышали, спокойно перебивайте. В принципе, между странами уже давно ведется дипломатическая работа. Это назначение послов, назначение консулов. Сам, например, Наполеон был консулом в то свое время, так что он один из наших коллег бывший. Как же ведется именно эта дипломатическая работа между странами? Как назначают пословием? Не знаю, знаете, не знаете? Занимаетесь ли такими вопросами вообще при учебе? Пока нет. Ну, кто знает, кто не знает, в принципе, в каждой стране имеется максимум одно посольство. Если помимо посольства хотят еще дополнительные дипломатические представительства открывать, то они могут быть консульствами, генеральными консульствами, ну, в зависимости, конечно, от уровня. После посольства самый высокий уровень – это генеральное консульство. Страны открывают генеральное консульство, когда имеются какие-то более близкие отношения с конкретными регионами, например. Не все знают, но Венгрия, сегодняшняя Венгрия, была 100 лет назад три раза больше. Просто после Первой мировой войны у нас отняли очень большие территории. Это и Трансильвания, и Закарпатская область. Короче, мы сами в Венгрии шутим так. Так, извините, значит, между нами только. Мы шутим так, что у венгров сами, свои венгры-соседи являются. Так что, где наши границы, сегодняшняя Венгрия? Рядом с границей, но за границей уже, тоже находятся одни венгерские территории. Там на венгерском говорят и так далее. Вот посмотрим, в Венгрии сейчас, ну, чуть меньше, чем 10 миллионов жителей в Венгрии. По всему миру у нас где-то 15-16 миллионов. Только в Трансильвании, это сегодняшняя Румыния, живет 2,5 миллиона венгров. И имеются даже венгерские университеты, венгерские школы, венгерские гимназии. Именно в таких городах, в таких регионах, где очень прям много венгров живут. Это сегодняшняя Румыния, но там румынское слово ни одного не услышишь. Там только на венгерском. На венгерском идет общение, на венгерском ведутся лекции в университеты и так далее. И из-за того, что там настолько много венгров, и представлять же надо их интересы, помимо, конечно, посольства, например, в Бухаресте, мы открывали генеральное консульство в этих городах. Так что там, где много венгров проживает, там пытаемся как можно больше генеральных консульств открывать. Конечно, в Казани настолько много венгров нет, здесь наоборот. Мы с Россией имеем очень хорошие отношения и хотим, чтобы эти отношения были еще крепче, еще лучше. Поэтому открыли раньше генеральное консульство в Санкт-Петербурге в 1978 году, в Екатеринбурге в 2004, если не ошибаюсь, в 2005. И здесь в Казани, потому что Татарстан, безусловно, один из таких ведущих регионов России, с которыми нам обязательно стоит более плотно, более плодотворно работать, скажем так. Вот мы поэтому открыли генеральное консульство здесь. В принципе, такие открытия генеральных консульств, ДИП-представительств. Изначально, конечно, устно обсуждают страны. Вот в нашем случае Владимир Владимирович Путин с Виктором Орбаном при встрече в Будапеште в 2015 году, в феврале обсуждали, что надо было открывать. Я даже не знаю, кто... Ой, что-то я нажал. Ладно, ничего. Они даже не знаю, чья инициатива была. Но они в феврале обсуждали, и в апреле мы уже открыли здесь генеральное консульство. Конечно, хорошо выглядит, когда открываем генеральное консульство. Там и табличка висит, это все скрыто. Там Рустам Норгоевич с нашим министром подходит, снимает это, всем показывает, пресса, там все. А заднее, на самом деле, одно пустое помещение и новый назначенный генеральный консул, который два дня назад приехал в Казань. Так что вот так выглядит на самом деле открытие нового ДИП-представительства. После этого все уедут домой, остается новый генеральный консул, может и сам просто один в Казани, и начинает свою работу. Подобрать сотрудников, в том числе местных и венгерских, и все, конечно, необходимые условия. В генеральном консульстве у нас выдаются, например, шенгенские выезды. Для того, чтобы мы имели право выдавать шенгенские выезды, нам необходимо было построить наши офисы так, чтобы по шенгенским правилам мы имели возможность такие выезды выдавать. Очень строгие шенгенские у нас правила, соблюдать надо. У нас, ну, как, например, стиклопакеты, где принимаем отпечатки пальцев, документы, материалы. Там стиклопакеты, вот такие, даже не знаю, как же по-русски называются, такие стиклопакеты безопасности, в них можно, пожалуйста, даже стрелять автоматом, и мы защищены. Так что вот такие даже технические у нас, скажем так, технические нюансы есть, которые мы должны просто построить, соблюдать. И в этом случае мы имеем право выдавать шенгенские выезды. И пока мы достроили, в принципе, это было почти два года. Так что мы начали, мы открыли генеральное консульство в апреле 2015 года и начали выдавать шенгенские выезды в апреле 2017, так что спустя два года. Конечно, за это время и технические возможности надо было решить, технические вопросы, вопросы персонала. Это все очень медленно решается, особенно за рубежом, поэтому это очень даже серьезная работа. Я очень счастливый, потому что я приехал уже после решения этих проблем, так что я уже сижу, пожалуйста, в кресле и все вокруг работает вроде. Когда решили, что открыть надо генеральное консульство в Казани, надо было определиться так называемым консульским округом. Посольство курирует все дипломатические вопросы в России. Посольство у нас в Москве, и они по всей России курируют вопросы. А генеральное консульство имеет свои консульские округа. В консульский округ генерального консульства в Венгрии в Казани входит 10 субъектов России. Это практически Повольский федеральный округ, но там есть минусы и есть плюсы. К нам относятся, например, Оренбург, но не к нам относятся Нижний Новгород. Так что вот такие у нас разницы есть, но в принципе 10 субъектов. И в этих 10 субъектах я, как генеральный консуль, представляю интересы в Венгрии. И также я отвечаю за совместные проекты, венгерские, российские совместные проекты на этой территории. Конечно, посоль регулярно бывает в наших краях. Посоль все-таки выше нас, и посольство выше нас. Но посольство очень редко влезет в наши проекты, в наши дела. Так что в принципе генеральное консульство немножко, конечно, зависит от посольства, но достаточно самостоятельное учреждение. Это у нас, например, вот так. Они определились, значит, консульским округом. Все субъекты нашего консульского округа должны были одобреть, что да, они будут принадлежать не к посольству уже, а к генеральному консульству в Венгрии. Это надо было обязательно подождать. Тоже между нами, как секрет, расскажу, что, например, Башкортостан очень недоволен был тем, что мы открыли генеральное консульство в Казани, а не в Уфе. Поэтому они очень долго сидели и не одобрели. И им же надо было изверху позвонить, ребята, решайте, пожалуйста. Конечно, нельзя так сделать, чтобы всем было удобно и всем было лучше всего. Я уверен, что в Уфе мы тоже работали бы очень успешно, плодотворно и приняли бы нас тоже так же тепло. Ну, просто наши руководители решили, что в Казани будет генеральное консульство, значит, в Казани будет. И когда вот все наши 10 субъектов согласились, в принципе, консульский округ был сформирован и начали, значит, практическую работу. В процессе назначения посла и генерального консула, как руководителей, есть разница. Пасо получает агрэмман от принимающей стороны, так что Министерство иностранных дел Российской Федерации должно одобрить назначение и принять посла как официального представителя. У посла это называется агрэмман, у генерального консула это называется экзекватурой. Когда назначают генерального консула, тоже Министерство иностранных дел в Венгрии отправляет ноту в Министерство иностранных дел Российской Федерации о том, что я министр так-то-так-то, назначаю так-то-так-то на пост генерального консула в Венгрии в Казани. Это отправили в Москву и Лавров лично подписывает такие экзекватуры и экзекватура выдается от Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там подпись Лаврова, это у меня все на полк лечит. Так что Министерство тоже должно одобрить меня как руководителя ДИПМИСИ. Очень редко бывает, что задержают они с ответом или вообще не принимают. Бывают, конечно, такие политические ситуации, когда принимающая сторона не сразу даст ответ. В моем случае это было где-то два месяца, но это нормальное абсурдное явление. Два-три месяца это обычное дело. Когда мы назначали нового нашего посла, например, в Киев, украинская власть где-то больше чем полгода не дала никакого ответа. Это, конечно, не... Ну, это может быть... Ну, отказ может быть, если там с конкретным человеком какая-то проблема имеется у принимающей стороны. Ну, может быть, между странами просто такие не совсем хорошие отношения, когда... Ну, просто они хотят некий конфликт возбуждать, и в этом случае могут они и долгое-долгое время не ответить. И есть еще одно такое выражение, это персона нон-грата, не знаю, знаете это, не знаете, но слышали, наверное. Персона нон-грата, это значит принимающая страна, то есть в нашем смысле Российская Федерация, может в любое время любого дипломатического представителя высылать из страны. Это очень жестокое решение, и просто так они сами по себе очень редко делают. Когда какой-то международный конфликт возникает, тогда в этом случае бывают такие. Мы же помним, когда вот это... В Англии со Скрипалем там были эти нюансы, вот и Россия высылала некоторых иностранцев, и иностранные страны, то есть европейские страны тоже высылали российских дипломатов. Это обычно идет как зеркальная, зеркальный мир, как зеркальное решение. Но это крайняя редкость, так что тут в нашем, наверное, такого не будет. И также принимающая страна может отказаться даже от целого дипломатического представительства. Ну, тоже помним, как закрывали генеральное консульство США в прошлом году в России. Там даже еще шутили, что дали возможность на голосование американцам, какой дипломатического представительства им закрыть. В Питере, Екатеринбурге или в Владивостоке. Так что, ну, бывают такие тоже нюансы, когда не одного человека, как персоны Нонграда, высылают, а закрывают полностью генеральное консульство в том числе. И если там уже совершенно-совершенно жестоко идет разговор и конфликт, тогда могут и посольство закрыть. Это значит прекращение дипломатических отношений. Это тоже очень редко, слава богу, случается. Ну, бывают такие у нас, тоже помним, Грузию, какие тут тоже дела были. Ну, это, слава богу, у нас, в принципе, не бывает. Что касается венгерские, российские, венгерские и татарские отношения, я тоже очень коротко пытаюсь. Не знаю, интересно, неинтересно. У нас, в принципе, политические отношения, несмотря на то, что Венгрия как член Евросоюза, как член НАТО, мы же имеем очень хорошее, тесное отношение с Россией, и так и должно быть. Это у нас тоже принципиально. Владимир Владимирович Путин с Виктором Орбаном ежегодно, как минимум, один раз встречаются. Уже идет подготовка к следующей встрече у них. У нас это и политически, и экономически очень важно, чтобы имели хорошее отношение с Россией. У нас ведутся очень крупные проекты, они в первую очередь по энергетике. У нас атомная электростанция новая строится с помощью Росатома. У нас по нефти и газу там тоже очень тесное сотрудничество. И в этом случае конкретно с Татарстаном, потому что 20% венгерского импорта нефти – это прямой импорт от нефти. Так что тут у нас даже прямые такие отношения имеются. У нас по такому технологическому сотрудничеству тоже бывают проекты. У нас буквально в этом году идет реконструкция венгерских военных вертолетов. Это тоже такое направление, что несмотря на то, что Венгрия, как член НАТО, имеет, конечно, такую технику, которая у нас еще осталась в то время. И это же надо, конечно, отремонтировать, держать в хорошем состоянии. И в этом Россия тоже принимает участие. И ведутся такие проекты. Так что у нас политически, экономически, даже по оборону имеются такие отношения. И, в принципе, как мы в 20 веке видели, когда между Востоком и Западом отношения не очень хорошие, это в Центральной Европе, где Венгрия находится, всегда пострадало. То есть давайте посмотрим. Очень много таких конфликтов были, когда... Ну, конфликт между США и Россией, в том числе, и Советским Союзом. И в Венгрии между нами просто находится маленькая-маленькая страна. В принципе, не такая крупная, масштабная, не такая сильная, не такая мощная. И мы там сидим и просто ждем, какое решение будет конкретного конфликта, и как мы из этого выходим сами. Хотя это и не наш конфликт. Поэтому мы очень строго пытаемся, чтобы было согласие между Востоком и Западом. Поэтому мы, как члены Евросоюза, тоже принимаем во внимание свои интересы, свои национальные интересы венгерские. И вот по такому мы работаем в дальнейшем. Чем занимается генеральное консульство? Наверное, вот мои коллеги тоже уже рассказывали. Я обычно говорю, что у нас четыре направления. Это консульская деятельность, то есть выдача выезда, то есть защита интересов венгерских граждан, заверение документов, подписей и так далее. У нас культурное, научное сотрудничество, это второе направление. Мы же организуем различные культурные мероприятия, кинонеделья, венгерские народные концерты, выставки. У нас по археологии очень тесные связи, потому что венгерские племена 1200 лет назад жили конкретно в этом районе, самый крупный древневенгерский могильник находится в Алексеевском районе Татарстана. Тоже не все знают об этом. Поэтому у нас ведется и работа по этому направлению. У нас, конечно, экономические вопросы, то, что в Казани, наверное, сильнее всего. Тут абсолютно разное бывает и машиностроение, и сельское хозяйство. Об этом сейчас говорить, наверное, не стану, не так интересно будет. И у меня четвертое – это туризм. Больше, чем 10% ВВП в Венгрии – это туризма, прямой доход. Это огромная цифра. В России это меньше, чем 2% ВВП. Поэтому можно сравнить, насколько нам это важное направление. И поэтому мы очень активно работаем, чтобы туристические связи были еще крепче, еще сильнее. Тоже часто задавают вопросы, как у нас с прямым рейсом ситуация, потому что мы уже давно говорим о том, что мы работаем над тем, чтобы появился прямой рейс между Бутапештом и Казани. И, слава Богу, в январе решили юридическую проблему. То есть мы, как дипломатическое представительство, и, в принципе, Венгрия, как страна, не имеет сейчас свой авиаперевозчик, поэтому не мы решаем, куда надо и кто полетит. Это частная компания, частные перевозчики решают. Для того, чтобы им было выгодно, и они принимали позитивное решение, мы должны все юридические меры решить, все проблемы решить, чтобы им было комфортно и выгодно работать. Для того, чтобы любой перевозчик мог запускать прямой рейс между Бутапештом и Казани, например, есть соглашение о воздушном сотрудничестве, и в этом соглашении были перечислены города, куда и откуда из Венгрии в Россию, и наоборот, могут летать. С российской стороны это Москва, Питер, Екатеринбург. Казани в списке не было, поэтому только на полгода дается временное разрешение на прямые рейсы, и это, конечно, авиакомпаниям невыгодно. Они же должны потратить свои деньги на маркетинг, на рекламу, на раскручивание этого маршрута, чтобы люди знали, что есть такой прямой рейс, и стали кататься. За полгода эти деньги не вернутся, конечно, поэтому им надо, чтобы был такой договор на долгий срок. И чтобы решить эту проблему, мы это соглашение подписали в 2002 году, после этого мы в 2004 году вступили в Евросоюз, и после этого ни доп. соглашения, ни новое соглашение без одобрения Евросоюза не имели права просто подписывать. И российское правительство, наоборот, он с Венгрией ведет переговоры, а не с Евросоюзом, потому что это же с точки зрения России, это регулярный рейс между Венгрией и Россией. Поэтому немножко вот такие проблемы были, но мы, слава богу, решили эту проблему в январе, так что, в принципе, юридическая основа уже для прямого рейса есть. Теперь я могу сказать, что ведется очень активная работа между уже сторонами, чтобы рейс был выгодным, они там свои условия согласовывают, и надеемся, что в этом году все-таки рейс появится, и у нас туристические связи будут еще крепче, конечно. В принципе, не знаю, что вас интересует, пожалуйста, теперь задавайте вопросы, я надеюсь, что мне очень долго говорил, и не было скучно. У кого какие вопросы, пожалуйста. Вот, например, если человек захочет в Венгрию полететь, не российское гражданство у него, скажем, узбекское, иранское, тажетское, как ему будет легко какую-то ему визу получать? Да, по визам граждане России, граждане других стран, в том числе те страны, которые вы перечислили, им необходимо получить визу. Мы визы выдаем и здесь, в Казани, в том числе. В Генеральном консульстве можно напрямую подавать. Есть у нас партнер, это компания Pony Express на данный момент, которые и в Казани, и в других регионах нашего консульского округа принимают эти заявления. Решение по-любому принимается у нас в Генеральном консульстве. Ну и для того, чтобы жителям, например, Ижевска не надо было приезжать в Казань, Ижевск еще так себе, но Оренбург. Чтобы из Оренбурга не приехать сюда, дать там отпечатки и лично подписать, они могут это сделать у этой компании, они привозят нам эти анкеты и паспорта. Мы здесь принимаем решение и отправляем этой же компании обратно. Ну или у нас выдаются паспорты в консульстве. А в случае чего могут они, типа, не выдать отказ? В случае чего могут они получать отказ? В принципе, гражданам России значительно проще процесс, потому что мы имеем такой облегченный режим между Венгрией и Россией, и мы можем, в принципе, буквально за 10 минут решить вот эту заявку и принимать какое-то решение. Есть страны, как Узбекистан, например, с которыми мы не имеем такое соглашение. Для них должна эта заявка пройти по некоторым странам Евросоюза, и они тоже должны себя там одобрить, что они не против того, что мы выдали ему венгерскую визу. Потому что это же шенгенская зона, так что с венгерской визой вы поедете в Венгрию, и оттуда уже можете передвигаться по всей шенгенской зоне без проверки, без ничего. Так что бывают страны, которые хотят, чтобы у конкретных стран они дополнительно одобрели, чтобы мы выдали визу. Мы обычно не знаем у какой страны, но я знаю, что в Узбекистан, например, имеется такая система. Узбекистан, даже не помню, какие страны, хотят еще дополнительные одобрить, несмотря на то, что это венгерская виза будет. В случае, от чего отказы бывают, это, в принципе, есть так называемый визовой кодекс, шенгенский визовой кодекс. Там пишутся, какие требования, какие условия имеем для выдачи или для отказа виз. Здесь пишется, что нужны какие-то дополнительные материалы, которые доказывают, что человек где работает, где живет, сколько у него там денег, например, куда на самом деле летает. Так что нужен авиабилет, нужна бронь гостиницы, чтобы мы видели, куда собирается, за какие деньги, хочет ли он вообще возвращаться или просто на халяву туда поедет, там и забывает себя. Так что мы, когда рассматриваем эти документы, мы смотрим вот именно по этим параметрам, кто он, кем работает, есть ли деньги, есть ли вообще отношения, чем занимается. Так что какой-то безработный человек, у которого денег вообще нет, и есть только, например, броня авиабилета, от которого может просто отказаться, и вообще авиабилета даже в Венгрии не будет, то в этом случае, конечно, отказ бывает. Но у нас очень редко отказывают, наверное, меньше одного процента. Так что это не критично, думаю. Если у человека визовая история хорошая, например, он дает, вот тут тоже получал шенгенскую визу, но он только не в Венгрии, в Германии, например. Он, по-моему, может получить, правильно? Конечно. Тут единственное, что надо соблюдать шенгенские требования. Если человек планирует свою поездку в Испанию, то надо у испанцев визу организовать. Да, генеральная консульта буквально 200 метров отсюда находится. Удобнее, конечно, здесь подавать. Но если он не в Венгрию собирается, то надо у испанцев, например, оформить, если он туда собирается. А мы по своей системе уже видим, какие у него визы были. Это и в паспорте проверяем. Проверяем, причем, и печати. Так что если человек там запросил венгерскую визу, получил однократную, поехал с этой визой, например, в Испанию, скажем так, они же поставили на границе печать, там Мадрид или что-то, Барселона. И тогда уже, ну, когда заново к нам подает, мы видим, что да, однократную визу он получил на два дня, он полетел и улетел из Барселоны, то явно в Венгрии не был. Значит, неправильно оформляем визу, не соблюдать шенгенские требования. В этом случае мы из-за этого тоже можем отказаться от визы, потому что, ну, это является обманом консула и, ну, действительно не доказывает, что он на самом деле в Венгрию собирается. Но если мы видим, что у него там было уже пять виз, немецкие, ну, любые шенгенские, то это, конечно, нам легче принимать решение, тем более мы по немецкому визе тоже видим, что да, там печать Берлина стоит, например. Так что он туда поехал. Когда он в следующий раз испанскую запрашивал, там печать Барселона, потом Италия, там печать Риммини. Там же нам все это видно и в системе, и по паспорту. Так что мы видим, что да, человек соблюдает, человек так правильно относится к шенгенским требованиям, отказа не будет. От гражданства на самом деле это не особо зависит, так что тут те страны, которые перечислили. То есть нет у нас такого, что ого, узбек тут появился, давай отказ сразу, потому что у нас там процент уже слишком низкий, но нужны отказы. Вот такого у нас нет. Если по конкретному человеку видим, что нормальный такой правильный подход, то в принципе нет повода отказаться. Пожалуйста. Какие еще у нас вопросы? Давайте спокойно. Да, давайте, давайте. Почему у Генброссу с тобой организованы в Татарстане, а не в Уфе? Хороший вопрос. Я и Уфу очень люблю, у меня один из самых близких друзей из Уфы, так что я абсолютно против Башкортостана, не имею ничего. Принимали решение до меня, так что меня тут еще вообще не было в Казани, когда принимали решение. Когда принимают решение, где открывать консульство, они рассматривают абсолютно различные точки зрения. Это и количество венгров в конкретном регионе, в конкретном городе. Ни в Казани, ни в Уфе нет такого количества венгров, чтобы это имело важную роль. Зато у нас торгово-экономические связи значительно крепче с Татарстаном, и в принципе решение принимали в первую очередь из-за этого такое. Так что у нас товарооборот в 3 или 4 раза больше с Татарстаном, чем с Башкортостаном. Какие товары? Нефь, например? Нефть. Что? Какие товары? Ну, в первую очередь нефть, конечно. Северскохозяйственные продукты. Ну, из Татарстана в Венгрию нефть в первую очередь, также химическое производство, машиностроение. Обратно тоже машиностроительное оборудование, тоже химическое, товары химического производства, и северскохозяйственные товары, в том числе крупный рогатый скот, животные вообще, всякие семена кукурузы и так далее. Так что, в принципе, вот по этим направлениям, хотя мы и с Башкортостаном имеем очень хорошее отношение, и туда вот тоже поставляем очень много чего, но с Татарстаном все-таки более крепкие у нас экономические связи, и поэтому они принимали такие решения. Скорее всего. Но это со мной не обсуждали. Я просто как бы знаю, как они думают, наверное, из-за этого. Сколько венгров живет в России? В России? Хороший вопрос. В России сколько венгров проживает, даже не знаем. В порядке 30-40 тысяч. Но это небольшое количество. А для вас сложно ли с русскими людьми? То есть, квиталитет сильно отличается? Я уже 10 лет в России живу, поэтому, в принципе, ничего. Для меня лично ничего такого. Конечно, человек, когда попадают в новые города, тогда все равно надо будет привыкать к новым людям, потому что люди в Казани, они совершенно другие, чем люди в Питере, например. Я до этого в Питере жил несколько лет. Сам в Москве окончил институт и работал там. Там жил 4 года, в Питере тоже 3. Так что, ну, я уже более-менее так эти города знаю, в области тоже было много где. Люди в Казани совершенно другие, чем люди в Питере. Поэтому, в принципе, так называемый российский менталитет, это, ну, просто это совершенно по-другому воспринимается в Казани, чем в Москве, например. Мне лично не сложно, потому что, в принципе, хорошо уже знаю, я легко привыкаю. В Татарстане, конечно, из-за того, что здесь большое количество русских, большое количество татар, немножко, конечно... Ну, мне лично сложно было именно имена, имена, фамилии, отчества. Как бы, бывают такие вообще, которые сижу и просто полчаса пытаюсь запоминать, потому что к нему завтра собираюсь, и что-то... Ну, ладно, не будет так. Ну, чтобы я не попал, скорее всего. Теперь уже наоборот, я здесь полтора года живу. Сейчас значительно легче мне воспринимать имя отечества Ешата Галимовича, чем Евгения Петровича. Потому что Евгений Петрович, ну, их же, может быть, очень много, но Ешата Галимовича, я знаю всего одного. Поэтому немножко вот у меня такое, такой опыт в Казани. А так, в принципе, люди хорошие, страна добрая. То есть, легко привыкать. Да. Много туристов из Венгрии в Казани есть? Из Венгрии пока не очень большое количество, но это из-за того, что не хватает прямого рейса. В Венгрии имеется очень хороший рост туристов в Россию. Но если в Венгрии кто-то придумает, что хочу Россию посмотреть, то у них Москва и Питер будет изначально. Вот это приходит в голову. Туда и прямой рейс есть, и, в принципе, они имеют такой просто туристический огромный потенциал, с которым очень сложно конкурировать. Мы с руководителем комитета по туризму Сергеем Ивановым, кстати, Сергей Евгеньевич, у нас тоже запоминали российский, тоже обсуждаем регулярно эти вопросы. Как можно будет Татарстан лучше рекламировать в Венгрии? Есть у нас разные проекты. Казань в последнее время, конечно, благодарна чемпионату мира по футболу, по водным видам спорта и так далее, по телевизору показывали места, и людям уже понятно, что есть такой город Казань, потому что лет 10 назад даже не знали, наверное, многие. Теперь вот все знают, что да, Казань у нас есть, Татарстань есть. И, в принципе, людям уже интересно, потому что знают о том, что да, есть такое место. С Москвой, с Питером, конечно, конкурировать сложно. Я всегда говорю, что надо такие совместные туры организовать, но пока туристов не особо много, хотя, в принципе, и на чемпионат мира по футболу приезжали больше, чем тысяча венгерских туристов. Так что, в принципе, рост есть, но если будет прямой рейс, то я уверен, что рост значительно увеличится. Да. Как у вас отношение наложилось со стороны СНГ? Да. Ну, я тут могу сказать то, что как в Венгрии это идет, потому что ко мне лично относится Республика Татарстан, есть 10 субъектов тут вокруг нас. У нас бывший рынок Советского Союза, ну, это исторически такой партнерский регион для нас. Мы же жили в одном пространстве, мы же жили так же практически. После распада СССР в 90-х мы очень... Я очень жалею, потому что потратили эти отношения, мы потеряли эти отношения достаточно. Ну, плохо это было. У меня лично есть такие знакомые, которые в то время в министерстве работали, и были такие случаи, когда вот пришел какой-то государственный руководитель и дал поручение там все документы, которые там Советским Союзом были, вообще уничтожить, чтобы этих документов вообще не было. Это типа торговые соглашения и так далее, ну, такие межправительственные соглашения. И люди, которые 20 лет работали там и работали над одним этим соглашением там 2-3 года в том числе, они же... Ну, им же жарко было. И у меня лично есть такие друзья, которые у себя там на чердаке спрятали эти документы дома 15 лет. Потом они ушли в отпуск, пришли новые в министерство, и когда уже возобновили такие партнерские отношения между нашими странами, с Россией, с Узбекистаном, с Казахстаном, то они же стали думать, ну, блин, у нас же было такое что-то соглашение, на основе которого мы можем вот этого или можем вот того делать. А где же это соглашение? Просто никто вообще такого не находит, и просто у кого-то там тоже этот знакомый был, и он говорит, что да, это у меня на чердаке хранится. Но я тут боюсь просто скрывать, потому что 15 лет назад хотел вообще уничтожить эти документы. И, слава богу, были такие люди, которые там дома у себя хранили такие вообще межправительственные договора, оригинальные причем. И благодаря им у нас до сих пор хранятся эти, и теперь они снова в министерстве находятся. Так что у нас в 90-х там было абсолютно всякое, ну, в середине 2000-х уже начали так более активно развивать отношения с этими конкретными странами, и мы имеем теперь хорошие политические, экономические отношения с этими странами. У нас примеры из Венгрии и в Грузию, и в Казахстан, и в Россию, и в Минск, и в Киев, конечно. Так что мы со странами СНГ имеем, ну, так традиционно хорошее отношение, турпоток хороший, товарооборот растет, так что, в принципе, я думаю, что тут все только положительно. Конечно, бывают такие санкции против России тут в первую очередь, которые мешают и товарообороту, и различным проектам. Мы пытаемся справиться с этими, и работать, ну, по другим направлениям, работать по таким направлениям, которым можно. Да. Как наша учеба у вас? Можно ли к вам перевезти, например, скажем, в России к вам перевезти? Легко, 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 легко. А что, там всем так сразу смешно было? Зачем там людям в Венгрии переместить там на учебу? Очень хорошая у нас программа. Между Венгрией и Россией в 2015 году подписали тоже межправительственное соглашение, на основе которого ежегодно 200 грантов предоставляются студентам России на бесплатное обучение в Венгрии. Это может быть полный бакалавриат, полная магистратура, это может быть тоже какая-то стипендийная программа там на месяц, на два, на полгода, на семестр. Так что бывают у нас такие проекты, совершенно бесплатно можно будет, ну, уже можно, то есть 200 грантов уже полностью заполнены, на сегодня 19-й год, на сентябрь уже эти места сданы, то есть в следующий раз с сентября 2020 года. А, нет, ну это если на полную программу бакалавриат магистратуры, а если на полгода, то нет, тоже до февраля надо будет. Так что у вас сейчас будет год подумать, куда, ну, возможность есть, подавать надо. Система такая, что, в принципе, должен одобрить принимающая сторона, то есть какой-то конкретный венгерский университет, и должно одобрить Министерство образования Российской Федерации. Это если смотрим Россию. Но мы с Казахстаном тоже имеем такую программу, с Узбагистаном тоже имеем такую программу. Я не знаю там какая цифра, сколько грантов, с Россией это 200 грантов. И, ну это надо обязательно посмотреть. Как же, 6 марта в Корстане у нас будет такая ярмарка по образованию. Бесплатный вход тоже приходите, у нас там все это представлено будет. И там и материалы будут, там по сайту тоже посмотреть можно будет. Программа называется «Стипендиум Хунгарикум». Если загляните на сайт Генерального констата в Венгрии, там тоже об этом в новостях пишется. Так что информацию можно найти. «Стипендиум Хунгарикум», так называется стипендиальная программа, бесплатное обучение, бесплатное проживание, стипендия в размере, ну, около 10 тысяч рублей. И также авиабилет туда и обратно оплачивается. Так что, в принципе, хорошая возможность. А например, если человек захочет в этом году в полицейске и там учиться, он не получится, Степа, и свободное место невозможно будет найти? Нет, потому что Министерство образования принимает такие заявления до 10-15 февраля. Так что мы чуть-чуть уже не попали. И это ежегодно принимается именно в это время. Поэтому в этом году нет. Ну, в 20-м году уже легко будет. Я могу сказать, что 2 года назад еще не все знали об этом возможности. И даже вот эти 200 грантов не полностью воспользовались. Так что было всего там 160 человек в 17-м году. И всех одобряли из-за того, что, в принципе, конкурса не было. Теперь уже небольшой конкурс все-таки появился. Ну, можно попасть. Основной доход в Венгрии в чем? Что это спорта? В Венгрии, основной доход в Венгрии в чем? А, именно внутренний. Ну, 10% ВВП – это туризм. 10%, 20% с чем-то – это машиностроение. У нас, в принципе, то, что в последние 10 лет, наверное, сильнее, мощнее всего идет, это сборочное производство в первую очередь немецких и японских автомобилей. Это Mercedes, это Audi, это Opel, это Suzuki, это BMW. Теперь принимали тоже такое положительное решение, в Венгрию приезжают. Очень большая доля венгерского экспорта, в принципе, венгерских доходов – это, ну, именно сборочное производство машин и запчасти, которые в Венгрии производятся именно для этих машин. Собственно, есть у вас еще? Собственно, к сожалению, уже нет. Многие еще помнят автобусы и карусы, многие помнят мотоциклы Панония, так что у нас много чего было. У нас были тракторы Раба. В принципе, Раба еще поставляла запчасти, мосты конкретно для автобусов КамАЗа до прошлого года. Так что, в принципе, у нас еще идет производство, но уже не так масштабно, как раньше. Мы зато хорошо работаем по электроавтобусам. У нас по Будапешту можно их увидеть, можно на них покататься. Чисто венгерского производства они. Так что, в принципе, есть такие у нас направления. Но, к сожалению, с Россией мы пока такой большой успех не реализовали. Что-то экспортируете? Что-то экспортируете? Кто? Собственники производства. Собственники производства производства. Ну, автобусы у нас уже по некоторым странам есть. Ну, у нас в первую очередь то, что экспортируем, это сельскохозяйственные товары, товары продовольствия. Ну, это традиционно, так в Венгрии. Тоже консервы «Глобус» еще многие помнят. Я тут тоже по магазинам до сих пор вижу венгерские консервы. Они уже по разным брендам. Там и «Бандуэль» есть. Но это не место рекламы, конечно. Но там и «Бандуэль», в том числе, имеется в Венгрии. И я, например, люблю венгерские кукурузы «Бандуэль». Они производятся именно в моем родном городе, 26 тысяч жителей. Я, ну, когда был студентом, подработал именно на этом заводе. Так что я там домашнее могу и в Казани найти. Ну, в принципе, продовольственные товары, товары сельского хозяйства, прежде всего экспортируются у нас. Да. Пожалуйста. Да, да, да. Вы что же хотели? Какой путь нужно пройти, чтобы стать генеральным пациентом? Здесь, наверное, нет конкретного ответа. Назначение всегда зависит от министра. Так что это решение министра иностранных дел своей страны. Я, например, совершенно не по конкретному дипломатическому пути работал. Я в торговле работал. Ну, изначально работал в Москве. Там недвижимостью занимались. Потом переехал в Венгрию, там в торговле. Все по питомникам там катался и вообще различные уличные деревья поставляли в Россию. Ёлки в том числе. Так что тут мои друзья тоже обойдили, когда узнали, что ты в Россию ёлки продавал. Бизнес был успешным, кстати. Потом перешел в другую компанию, там тоже сельскохозяйственные товары экспортировали в Россию до введения этих санкций, эмбарго. В первую очередь это фрукты и овощи свежие были. И когда ввели эти санкции, я там, ну, остался в принципе сразу безработным, потому что чем, ну, конкретно чем занимался, это полностью запретили. И мне в этот же день, во второй половине уже звонили из Министерства иностранных дел. Они откуда-то узнали о том, что я есть, я работаю. И пригласили на работу, чтобы именно курировал вопросы, связанные с этим эмбарго. Ну, я там же остался буквально в этот же день без работы. Конечно, сразу согласился и пошел работать в Министерство и занимался этими вопросами. Как решить эти вопросы и как найти венгерским этим продуктом, товаром новые рынки? Потому что бывают такие производители в Венгрии свежих фруктов, например, овощей, которые стопроцентно на российский рынок работали. И у них же это была очень большая проблема. А как же продавать там все связи, 30 лет работая только на российский рынок? Никаких других связей не имеют, никакие другие рынки не знают. И мы там тоже по странам катались, искали новые рынки, искали новые возможности и пытались помочь венгерским производителям. И я там отработал где-то два года, и меня отправили в Санкт-Петербург, в Генеральное консульство, чтобы там курировали экономические вопросы, сотрудничество. И там, видимо, так хорошо работали, что просто в один день звонили, что тебя переправим в Казань и будешь там генеральным консулом. Как бы тут вопросы не задают, хочешь, не хочешь, в министерстве такого не бывает, просто переправляют. И ну вот я вот таким образом стал, хотя у меня и такого конкретного образования международного, как у вас, нету. Я филолог, я лингвист, закончил институт русского языка, русский как иностранное у меня направление. Так что тут у меня типично недипломатический подход. Зато у меня бывают коллеги, которые 30 лет уже в министерстве работают, знают эту госструктуру значительно лучше, чем меня, знают консульские такие нюансы, фишки значительно лучше, чем я. И они, возможно, что вообще никогда не станут генеральным консулом. Так что нет конкретного ответа на этот вопрос. Да. А как по-вашему, опасно работать генеральным консулом? Опасно почему? Нет, смотрите, в принципе, человек, когда живет в другой стране, всегда имеется какой-то риск. В России я никакого риска не чувствую, в Татарстане наоборот. Тут меня знают, тут меня, как мне кажется, любят. Меня, когда приглашают на различные мероприятия, они там возле входа встречают. Я даже не успеваю там показать свои документы или приглашение на мероприятие. Они уже за руку возьмут и сразу в гардеробе на свое место проводят. В этих условиях тут очень-очень хорошо. Есть, конечно, определенный риск, который дома там в родной, в родном деревне не бывает. Потому что, если, например, вот откажемся кому-то выдавать визу, он может обидеться, может там посмотреть, кто там выезжает с красными номерами из офиса. И, ну, наверное, он отказался. И вот такой случай был в Москве у одного французского консула. Ну, это давно уже, лет 10, наверное, 15 назад. Я не знаю, из какой страны заявитель был. Не гражданин Российской Федерации, из страны Сен-Ген, не помню откуда. И они просто нападали на... Кстати, консул была девушка, была девушка. И нападали на нее, прямо вот в голову били, она в больницу попала. И после этого стали очень строго, как бы, тоже проверять. И даже на несколько недель они вообще перестали визы выдавать из-за этого. Ну, такие, конечно, риски у нас бывают, потому что мы, как бы, напрямую влияем на жизнь незнакомых для нас людей. Если влияем на это неположительно, то, в принципе, кто знает, какой будет результат. Но пока я жив, никто не бил, поэтому тут, в принципе, да. А охрана у вас нет? У нас здание охраняет бизнес-центр Сувар-Плаза. И по шенгенским требованиям к нам же просто так не попасть. Так что вы там за окном сидите, пожалуйста, хоть автоматом стреляйте в меня, я буду так стоять и улыбаться. Так что... А охрана у вас есть? Нет, конечно. Я же простой консул. Конечно, бывают такие страны, которые более опасны, чем Россия. Вы же тоже помните, бывают тоже такие радикальные точки зрения в мире. Послы России недавно, как в Турции застряли, тоже помните, наверное, ситуацию. Это в прошлом году было. Так что бывают такие моменты, когда человек представляет другую страну, которая имеет не совсем дружеские отношения. Именно, может быть, это конкретный период, конкретный конфликт. У меня тоже есть знакомый, посол Венгрии, в одной из африканских стран. И он там рассказывает, что на него регулярно стреляют. А он специально просил нашего министра, чтобы не закрывали посольства ни в коем случае. Он хоть один, но там остается и будет работать, потому что не хочет, чтобы связи прекратили. И министр одобрел, но на него буквально ежегодно там стреляют. У меня там на следующей неделе конференция будет. У него, наверное, тоже новые свои истории будут. Там бывает, что непосредственно на него стреляют. Бывает же, не знаю, как по-русски называется, когда от радости они просто в небо стреляют, но эти же пули там падают потом обратно. И у него там в машину уже такие пули попали. Очень много. Но бывало, что прямо на него стреляли. Так что он там стоял и курил на балконе посольства. И издалека там кто-то пострелял. Он даже шум стрельбы не слышал. То есть сразу пуль вот рядом попадает в стену, буквально 20 сантиметров от уши. Он там сразу лег. Причем ему где-то 65-70 лет. Так что он в возрасте уже очень опытный, такой смешной. И он так обратно пытался вплазать в посольство, в здание. Так что бывают у него такие истории. У кого как? Это одна из африканских. Очень не назову, чтобы не обидно было. Хотя вот здесь, наверное, нет никого из той страны. Ну, это Африка. Северная Африка. В Южной Америке, например, где очень много бедных людей, которые грабят. Ну, в Бразилии, например. У меня тоже там друг работал в Бразилии, консулон. Он, когда приехал в Бразилию, тоже сразу на рынке купил себе пистолет и держал там рядом на сиденье. А ему старые, которые там уже работали, сразу говорят, что это скрывать немедленно. Потому что если вот кто-то подходит ограбить, тоже пистолет будет, он испугается и в тебя стреляет. Лучше спрятать, вообще не делать ничего. Пусть будет у тебя фальшивный кошелек и фальшивный телефон, какой-то старый модель вообще. Чтобы что-то отдал, и он сразу уходит. Там 5 долларов и какой-то 10-летний телефон. Пусть это будет рядом. И когда подходит, ты медленно отдавай, и он сразу уходит. Так что есть страны, которые более опасные, и есть страны, которые менее опасные. Я тут не чувствую никакую опасность, слава богу. Ко мне тут пока все только подручески относились. Да. Какие работы? Трудные и какие лёгкие? Я очень плохо вас слышу. Трудности и лёгкость? Трудности и лёгкость? Ну, в принципе, лёгкостью мне считается, что у нас некий иммунитет. Так что мы, в принципе, можем свободно передвигаться, не отвечаем за местные законы, требования и так далее. Как-то мы нейтральные люди. И против нас, как бы, никто не имеет подавать никакое дело, ничего такого. Так что нас, в принципе, никто не тронет. Наоборот, особенно в Татарстане, Рустам Нургаревич специально так смотрит, чтобы дип-представителям было очень удобно, комфортно работать. Потому что это выгодно не только нам, это им тоже выгодно. Просто и легко работать именно из-за того, что нас везде поддерживают, нам везде помогают. Сложно, потому что в Москве различные организации, с которыми мы там работаем, они уже знают, как решить конкретные вопросы с дип-представительством. В Казани, когда я, например, подъеду в ГИБДД, там, решить какой-то вопрос по дипломатическим номерам на машины, они там сидят и вообще не знают, потому что очень много дипломатических сотрудников, очень много машин с красными номерами, а в Москве там в каждом углу они стоят. А здесь, как бы, не так просто решить такие вопросы. Ну и, конечно, целиком, надеюсь, никто не обидится, но в России бюрократия очень-очень-очень сложная, и решить какой-то юридический вопрос очень тяжело. Вот буквально на этой неделе мы получили штраф от налогового инспекции, размер штрафа 1 рубль 98 копеек. И штраф выдали из-за того, что в 2015 году была разница между... Ну, что-то кто-то нехорошо, наш бухгалтер, который в то время работал, что-то не так посчитал, и мы оплатили на 7 рублей меньше налоговым, как надо было. Из-за этого в 2015 году выдали, ну, написали на нас штраф 4 рубля с чем-то, мы это тоже немедленно оплатили. Ну, казалось, что что-то не так делали, что-то не то, и еще выписали 1 рубль 98 копеек, который нельзя там, вот зайти в банки просто 2 рубля, пожалуйста, положите, и все, друг друга не видели. Такого нет. Тут надо, чтобы все было прозрачно, все было видно, мы по безналу должны оплачивать. Для этого, как это все решить, так что тут 4 года длится уже проблема 1 рубль 98 копеек. Ну, такие у нас, такие у нас бывают, это с 2015 года. Так что вот сложности тоже есть свои, но я думаю, что тут очень, как бы, ну, если несмотря на такие вопросы, в принципе, все вопросы тут легко решаются. Есть, конечно, когда мы неправильно поступаем, потому что, ну, это же государственное учреждение между собой. Мы в 2015 году привезли сюда одну машину, которая работала здесь в конкретное время, а потом эту машину переправили в одну из европейских наших стран, тоже в гиппосоство. Машина, естественно, с красными номерами дипломатическими отвезли, но они забыли нам отправить обратно красные номера и ПТС. И машина до прошлого года у нас висела, хотя машина уже 3 года в Европе работает. Мы в ГИБДД там показывали там швейцарскую, швейцарский ПТС, чтобы просим снять с учета эту машину. Они сказали, что нет, нам обязательно вернуть паспорт, это ПТС и вернуть номера. А мы стали искать, а они где-то потеряли. Вроде в этой стране там в посольстве говорили, что мы эти номера и документы все отправили в Будапешт. В Будапешт вроде прищен, но в Будапеште сказали, что они в Москву переправили. Зачем переправили, не знаю, кстати. Документ о том, что переправили, вообще нет. И просто вообще не нашли, до сих пор не нашли эти номера и документы. И пока эту проблему тоже решили, тут надо было включить белорусских наших коллег, чтобы они от белорусской таможни получили справку о том, что да, действительно на этом же день вывозили машину. И в принципе вот так же могли просто снять с учета эту машину. Так что такие нюансы, конечно, есть. И в этом случае, естественно, мы сами виноваты. Так что тут от обоих сторон все зависит. Уважаемый господин, могу ли я задать этот вопрос? Если позволите, какие впечатления у вас о работе в Казани, в Казахстане? Какие плюсы для вас были приобретены в этом регионе? И какое воспоминание, самое лучшее вы придете с Казани, когда судьба такая, да, у дипломатов, и часто меняете места, города, поэтому... Что самое теплое вы уйдете отсюда? Ну, это, наверное, люди. То, что меня удивляет, это тот подход, который только в Казани. Я 4 года в Москве жил, 3 в Питере. Люди совершенно другие, разные бывают. В Казань, когда приехал, настолько сразу тепло меня приняли, что, ну, я и до этого был в Казани. Я, ну, первый раз, когда приехал, это была еще такая поездка еще в частном секторе работы, в торговле, из Бахатре вели переговоры и так далее. Кремль, конечно, посмотрел, там тоже попрошался. Ну, человек просто иногда чувствует, что бывают такие места, куда попадает, куда, ну, вряд ли снова в жизнь не попадет. И я в Казани именно чувствовал это. Не только в Казани, я, слава богу, уже побываю в разных местах, но в Казани я почувствовал, что, ну, сюда, ну, вряд ли еще раз попаду. Хотя все понравилось, ну, как бы, ну, просто было у меня такое ощущение. Так что я так в Крымле погулял, там, мечей чуть потрогал, поглядел, что, ну, очень приятно было здесь. Ну, вряд ли снова. Прошел год, снова Казань. Ну, тогда уже с огромной радостью, потому что, ну, все-таки на таких местах, где вот человек чувствует, что последний раз будет, и туда снова, ну, удается возвращаться, это мне очень приятно. Я уже с большой радостью приехал, тоже проработали, тоже пошел в Кремль, мечеть поглядел, тоже попрошался второй раз, и третий раз я уже как генеральный консул приехал, поехал в Кремль, поздоровался с мечетью, и сказал, что, ну, теперь вот будем регулярно видеться. Ну, нет, шучу, конечно, тут самое главное, это, думаю, что люди, я очень счастлив, потому что в Казани работать именно из-за людей, из-за подхода моих партнеров, наших сотрудников, очень легко работать. Я раньше и в Питере работал, в Питере, например, не знаю, там 30 или 40 с чем-то генеральных консульств. Там, если где-то появляется генеральный консуль в Венгрии, ну, то пусть сидит один из этих 40. А здесь генеральный консульств, ну, сейчас... Ну, седьмой это подходит. Ну, Узбекистан, да, коллега уже здесь, они открываются, но все-таки немного. И где мы появляемся, нас, в принципе, так тепло, любят, знают, встречают и так далее. И именно из-за подхода людей здесь удобнее всего работать. И просто здесь чувствую, что людям важно, что я здесь, и чтобы они понимают, что я тоже хочу, чтобы между нами было только все крепче и лучше. И они просто оказывают в Татарстане такой подход, что просто очень легко работать. Наверное, то, что я потом везу отсюда, теплота, это, наверное, теплота людей и подход людей. Ну, и я теперь уже точно знаю, что сказание не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok